ребятушки всем привет всех приветствую на своем канале город харьков на связи с вами ваш александр по вашим долгожданным просьбам выхожу с вами на связь рассказать как реальная обстановка городе харькове что нового что интересного как мы здесь живем а точнее выживаем правильно вы пишите в комментариях что это похоже на некий режим выживания который длится уже не первый год перед просмотром данного видео не забудьте подписаться на канал поставить лайк под этим видео в поддержку коренного жителя города харькова и написать свой комментарий по данному поводу абсолютно любой также поделитесь видео с друзьями и знакомыми чтобы люди знали правду сделайте максимальный репост ребят давайте начнем по порядку за город харьков совсем недавно были прилеты ребят сегодня были прилеты в городе харькове сильнейшие просто сильнейшие прилеты уже сообщают что были попадания в жилые дома салтовский район и другие ребят салтовка и другие обязательно все вам расскажу все по полочкам расскажу как будет новая информация какая-то свежая все вам ребятки расскажу что случилось что произошло пока вкратце вам расскажу ребят информацию то что можно рассказать поднялся дым ребят поднялся дым просто сильнейший горит пожар и ну это что-то чем-то ребят сердце кровью обливается уже нет никаких сил просто нет никаких сил ни моральных ни физических но помимо всего этого еще и была масса прилетов ребятки в области сейчас вам поподробнее про них расскажу наверняка у кого-то остались родственники знакомые мамы папы дедушки бабушки которые остались в харьковской области и вы за них переживаете как они там как они живут жили живы ли здоровым харьковский район циркунивская громада наследок обстрелу горила трава на площади трех гектар следующий ребятки случай богодуховский район золочевская тг село ивашки внаслідок обстрелу выникло загорання приватного будинку следующий ребятки случай изюмский район борьевская тг село загризовое внаслідок обстрелу горил приватный будинок и следующий ребятки случай чугуевский район Вовчанске ТГ, село Різниково. Внаслідок обстрілу горів, зруйнований будинок. Следующий, ребята, случай. Купянский район. Купянске ТГ, село Осиново. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватный будинок та легковый автомобиль. Постраждала 59-речная женщина. Следующий случай, ребята. Купянский район, мисто Купянск. Внаслідок обстрілу загинула 82-речная женщина. Следующий, ребята, случай. Чугуевский район. Старосалтівське ТГ, село Хотимля. Влучание в землю пошкоджено будівлю підприємства. Вот так, ребята, мы и живем. Не живем, мы выживаем. По-другому это не скажешь. В этот момент, когда сегодня прилетело, ребятки, по городу Харькову, как раз по окружной дороге проезжал мой друг, товарищ, хороший знакомый. То, что он мне рассказал, ребят, это просто что-то с чем-то. Просто нет никаких слов. Прилетело рядом, просто очень рядом. Очень сильно было громко. Поднялся дым. Горит, говорит, ну просто что-то с чем-то. И тоже, говорит, люди едут. Люди едут. Фуры, говорит, едут. Едут эти самые зерновозы. Хоть бы кто, говорит, остановился, спросил. Что ты вообще живой, здоровый, как ты? Обтрусился, говорит, сел в машину, дальше поехал. Вот такая, ребят, ситуация. Вот так вот мы и живем. У людей, вот так вот я с ним поговорил, у людей просто-напросто уже терпение закончилось. Это все из-за такого нервного состояния, понимаете? Терпение закончилось, все нервы уже закончились. Уже люди даже не знают, как на это все реагировать. Находятся в таком, знаете, состоянии подавленности. И не только, ребят. Поэтому такая, я так думаю, и ситуация произошла, такая реакция у людей, что уже вспышка слева, вспышка справа взрывается там-сям, а люди едут, продолжают ехать, то ли на стрессе, то ли боятся остановиться, то ли что. Я не знаю, ребята, но это что-то с чем-то. Вот так, ребятки, мы и живем. Не забывайте поддерживать донатом, ссылочки для донатовой карточки в закрепленном комментарии под видео. Донаты можно кидать с любой страны, в любой валюте. Денежки идут на лечение мамы, в первую очередь, на корм животным, на бензин для инвертора, чтобы рыбки наши могли дышать, и выходить с вами на связь, когда нету света. И на лечение кота Шарика. Также Санечку на лечение зубов. Всех обнимаю до хруста. Держимся, ребят. Мирного неба и крепкого здоровья. Где это наш Зевсуня подевался? А ну-ка, распакуй-ка. Вот и сорока. Видели вы, да, ребят? Зевсова подружка. Их две уже. Их уже две. А вот и Зевсуня не поймет, что оно происходит, скажи. Лежи, лежи, отдыхай, зайчик. Лежи. После прилета устал, бессонные ночи. Ни днем, ни ночью не поспать. Днем ты воешь соседям, соседям рассказываешь. Да, Зевсунька? Что тревога? Да, Зевсунька мой хороший? А ночью невозможно спать, потому что взрывы и прилеты тоже. Мой хороший, мой мальчик золотой. Мой любимый, верный друг. Сейчас тебя покорлю, Зевсунька. Сейчас пойдем кушать. Ты подписчикам привет передавал? Вот это так лапка, тыцкал. Ну, лапка плохо поднимается. Болят лапки, да? Болят, старичка, лапки. Скоро у Зевсуньи день рождения будет, да, Зевсуньи? Скоро у Зевсуньки будет 14 лет, 14 годиков. Царичку Бурундочку. Так, сейчас попугайчиков, наших ингреберцев покормим, ребят. И у рыбок перестал дуть фильтр. Сейчас буду менять, собственно говоря, фильтр. Вот уже ведро взял. Сейчас, ребятки, будем наводить порядок. Так, ребятки, киселек кушает. Все чутенько. Попугайчиков сейчас покормим. Водички я уже свежей им набрал. Наши бомбазяврики и ингреберцы на базе начали на расслабоне. Закончился корм у попугайчиков. Вы знаете, вот это такая баночка. Видите, уже заканчивается. Вот новый кормик. Всем, ребятки, хочу сказать огромное спасибо за поддержку и за помощь. Кто поддерживает на корм животным, огромное вам спасибо. Сейчас мы покормим попугайчиков. Кто присылает посылочки, ребят, кто кидает донаты. Огромное спасибо вам от души и от чистого сердца. Золотые вы люди, по-другому не скажешь. Так, ребят, открываем. Распаковка. А что мы? Распаковка. Что мы этот самый, ребят, да? Вот такой корм. Может вам будет интересно. Попушка. Корм для хвилястых попуг. 500 грамм. Что мы видим? Йод. Калор. Для... Видите? И что еще? У захистней атмосфере. Представляете? Короче, вообще супер-бупер. Тут буряк. Морковка. Что-то еще нарисовано. Есть в составе. Производитель, я думаю, что это Харьков, наверное. Да, Харьков делает выробник. Полтавский шлях 115. Вот, собственно говоря, такая упаковочка. Вот что внутри. Йод плюс корол. Калор. Точнее, ребят. Вот такая упаковочка. И витамины имеются. И все здесь есть. Овес. Видите? В составе. Проса. Носиняя лену. Канарка выносиняя. Сарго. Морква. Буряк. Вот так. А видите, морковка и бурячок тоже хотят попугайчики кушать. Любите морковку и бурячок? Я помню, раньше, когда таких кормов не было, что я действительно, ребят, вот так упакована. Видите, не просто в коробке, а в пакете. Сейчас давайте вылимем. Вот так. Пакетик крепкий. Сухое, видите, там все внутри. Высушено хорошо. Он не вакуумный. Но, тем не менее, все супер. Овсяночка тут даже есть, да? Похоже, чешу. А вот морковки. Морковки с буряком что-то особо я не вижу. Но, наверное, она где-то здесь есть. Напишите в комментариях. Вы ее видите здесь вообще в пакете морковку и буряк? Я особо нет. Нарисовано крупные прям куски, такие как в борщ кидать надо. Но их нема. Распаковываем, пересыпаем в баночку и покормим наших попугайчиков. Посмотрим, как они будут кушать. Вот, ребятки, столько получилось в баночке. Все, я пересыпал. Вот такой кормик. Так, водичка налита у попугайчиков. Давайте насыпем корм и посмотрим, как они будут его кушать. Я думаю, что будут кушать они его хорошо. Полетели, ребят. Кстати, сейчас понюхаю запах, как корма раньше. О, это пахнет отлично, ребят. Блин, класс пахнет. Я думаю, что попугайчики будут кушать отлично. Сейчас отойду чуть-чуть, ребят, чтобы они не подтеснивались. Чтобы не стеснялись и посмотрим. Так, давайте покормим наших рыбок, ребят. Открываем наши стеклышко. Вот такая красота. Так, кормик наш подготавливаем. Один, второй для сомиков. О, самочка уже бежит. Красотка. Так, сегодня я им чуть-чуть, маленькую жменьку дам вот этого мелкого корма. Потому что что-то мне такое печенье, что я их начал немножко перекармливать. Вот. И вот этих вот, как обычно, там сколько. Да, вот так давайте дадим для сомиков. И все. И пускай кушают. Попугайчики едят корм. Рады и счастливы. Все четенько, ребят. Напишите в комментариях, как вам данная фирма, ребят, корма. Нравится или не нравится, какую вы покупаете фирму, какой корм им наберете для своих попугаев. Напишите честный отзыв, ребят. Чтобы другие люди, кто почитает комментарии, знали, какой кормик купить. Лучше для своих попугаев. Ребятушки, всем добра бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии. Подписывайтесь на инстаграм, тикток, телеграмм, группу таксистов. Ну а кому нужна страховка, страховка. Залетайте по ссылке в описании. Мы с Багирой вас страхуем по промокоду ТОКСИКУЛ-21, вашу тачку. А САГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пу-ку-пу-ку. До новых встреч.